Всем привет! В этом видео мы поймем, что такое уравнение круга, откуда оно взялось и что каждая буква и цифра в нем означают. Чтобы понять содержимое этого видео, необходимо быть знакомым с теоремой Пифагора и иметь опыт использования координатной плоскости. Нарисуем ось x и ось y, не забывая для удобства добавить решетку и определить масштаб. Напишем то, ради чего мы собрались и уже через несколько минут поймем, почему центр круга находится в точке с координатами а и b, радиус круга это r, который написан в правой части уравнения, а x и y вместе будут координатами любой точки на окружности. Первый шаг к пониманию это уметь находить расстояние между двумя точками. Начнем с того, что найдем их координаты, опустив перпендикуляры на соответствующие оси, абсцисс и координат. Видим, что по иксу а сдвинуто на 2 от начала координат и поднято на 8. Можно об этом думать как об имени и фамилии точки, которые мы записываем в скобочках, как на экране. b в свою очередь ушла на 7 вправо и на 4 опустилась вниз, поэтому ее имя и фамилию мы напишем как 7 и минус 4 в скобках. Следующим шагом будет нахождение еще одной точки так, чтобы получился прямоугольный треугольник с катетами параллельными осям. Другими словами можно сделать так. Можно также точку c нарисовать снизу, при этом соблюдая параллельность катетов осям. Самое главное это не делать так, чтобы прямой угол был в точке а или в точке b, как показано на рисунке. Вернемся к нужному нам по строению и обозначим координаты точки c, 7 и 8. Увидим, что длина зеленого катета это 5. Понимая, что если точка c ушла вправо на 7, а точка а на 2, то точка c оказалась на 7, 2, то есть на 5 дальше чем а, что и является длиной катета. Аналогичным образом увидим, что c находится на восьмом этаже, а b на минус четвертом, поэтому между ними расстояние 12 этажей. На этом этапе можно применить теорему Пифагора, то есть зная два катета найти гипотенузу в треугольнике ABC. Запишем, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Подставим числа и поймем, что квадрат гипотенузы это 25 плюс 144, а значит 169. Так как длины сторон бывают только положительными, единственное число, которое будет являться решением, извлекая корень, это число 13. Попробуем еще раз быстренько в общем виде пройтись по алгоритму. Пользуясь координатной плоскостью найти синий катет, длину которого можно обозначить Δx. Длину зеленого, обозначив ее Δy, подразумевая в записи, что эта разница этажей точек, записать теорему Пифагора для полученного треугольника и извлекая корень в двух частях равенства получить, чему равна гипотенуза. Или другими словами, искомое расстояние между двумя точками. Прошу заметить, что эту формулу можно записать посредством координат точек А и В, причем, понимая, что квадрат числа и его отрицательного будет одинаковым, например 3-5 квадрат и 5-3 квадрат это два способа написать четверку, так как слева это минус 2 в квадрате, а справа двойка в квадрате. Отсюда сделаем вывод, что разницу по иксам и разницу по игрекам можно считать любым удобным нам образом, и это не повлияет на квадрат числа. Уберем наши размышления и поставим центр круга в точке О с координатами 2-3. Нарисуем круг с радиусом 5 и попробуем найти условия для всех точек с координатами x-y, обозначив их буквой B. Подставим в уравнение, что радиус должен быть 5. Разницу по иксу и разницу по иреку запишем для соответствующих точек. Зная координаты центра можно подставить двойку и тройку в уравнение, а взяв обе части равенства в квадрат увидеть полноценное уравнение всех точек окружности. Не забывайте подписываться на канал если хотите побольше таких роликов, делитесь с друзьями. На этом все. Пока-пока.